Господин Улиновский, вам не кажется, что слишком много представителей оппозиции участвуют в выборах? Ну, на любой демократии, давайте сделаем так, я не буду никакого не критиковать, потому что это нормально, чтобы любой амбициозный, скажем так, человек баллотировался, если может сам собрать и так далее. Первое. Второе. В настоящей демократии всегда хорошо, что много кандидатов. Понятно ваш вопрос, потому что наболело, понимаете? Просто наболело. И когда большая монополизация, просто контроль, стопроцентный контроль, уже всех, скажем так, рвет и тут болит, и хоть и пытается очень много людей. С одной стороны, это хорошо, с другой стороны, плохо, потому что это показывает, что нет возможности сообща идти, как в позиции, как говорили раньше, там, единый кандидат или некоторые, давайте, ребята, зачем мы будем против, у нас же идеи те же самые. Допустим, у некоторых из них. Давайте вместе, сплоча. Но в то же время это... Просто как это демонстрирует уровень нашей политической культуры? Потому что мы знаем США, например, ну, там, конечно, совсем по-другому все, но мы знаем, что там, ну, в основном, целыми поколениями до седьмого колена голосуют за одну и ту же партию, там никогда не хватит много кандидатов. Да, потому что там есть идеология, да, то бишь мы сейчас говорим о президентских выборах и сравним с парламентских выборах, но у нас некоторые вот потенциальные конкуренты президентской гонки, которые представляют партии. Они, у нас партии создавались или создаются как для кого-то, для чьих-то интересов, да, временных, конъюнктурных интересов. Но в то же время идеологически у нас очень мало партий, которые имеют реальный вот идеологический подход, там, не знаю, там, либеральную, консервативную и так далее, так далее. Названия есть разные, но вот идеологический подход, когда у нас будет, скажем так, политическая элита, то бишь люди, которые идут в политику за идею, как у нас раньше, за что-то, за идею нужно идти. И вот не за деньги, не за то, а вот за идею, вот просто я хочу сделать так, и у меня вот такая-такая позиция, и ты ее держишь. Даже если проигрываешь, ты идешь в оппозицию, но ты ее держишь, и ты борешься за эти идеи. Тогда у нас будут намного меньше партий, потому что все другие будут отсеиваться. Поэтому у нас очень мало партий, которые реально держатся очень долго, только если у них есть, скажем так, экстраординарное финансирование и так далее.